Друзья, короче, перед тем, как вы начнете смотреть этот влог, хочу сказать, что он был снят, получается, в четверг, на День Благодарения, и он выходит уже после видео после Черной Пятницы, потому что я хотел по-свеженькому выпустить видео про Черную Пятницу, а это, получается, за день до этого. Поэтому, если что, не путайтесь, где я говорю четверг и Черная Пятница завтра, несмотря на то, что видео с Черной Пятницы уже вышло, не пропадать же контенту, особенно такому интересному, как в этом влоге. Доброе утро, дорогие друзья, в общем-то, у меня День Благодарения начался совсем не с Дня Благодарения, вот лежишь себе, просыпаешься спокойно, а тебе вот такой вот сюрприз от PayPal, вот я открыл примерно фотку, вы не можете использовать PayPal anymore, нет причины. У меня такое было два года назад, когда я на eBay перепродавал MacBook, когда я продавал стабилизаторы для камер, я все деньги хранил на PayPal, чтобы там раз в месяц их выводить на карту. И там были не только мои средства, там еще были средства на продукцию, которые даже были не мои. И когда они заблокировали счет с несколькими тысячами, вы не представляете, какой это был удар по мне, потому что, знаете что, вы не можете с ним ничего делать, вы свои же деньги забрать не можете в течение шести месяцев. То есть через шесть месяцев они присылают вам код и говорят, введите этот код и у вас будет всего один шанс, одна транзакция, чтобы вывести ваши деньги на карту. Все. И вы больше никогда не можете использовать PayPal аккаунт. Тогда это был родительский PayPal аккаунт. Я создал свой, чтобы перепродавать вещи с контейнером. Все отлично, позитивные отзывы, я там продаю по 50, по 60, по 100 товаров в месяц. Красота. Счастливые клиенты, довольно я. Вчера мне приходит, у них произошел какой-то сбой, eBay не дал PayPal информацию касаемо посылок. То есть обычно треки, номер, что за товар. И они мне пишут, типа, объясните, типа, происхождение вот этой транзакции, вот этой, вот этой, вот этой. Я просто захожу на eBay и смотрю по транзакции, говорю, вот это чемодан продал, вот это тоже чемодан продал, вот это плеер продал, вот это это. И скидываю ссылку на eBay, все максимально прозрачно, плюс они к этому всему мое ID попросили, я им отправил, не проблема, аккаунт на меня. Прошло 2 дня, без никаких объяснений, без ничего, мы заблокировали ваш аккаунт, вы больше никогда не сможете использовать PayPal, ваши деньги будут у нас 6 месяцев. И чтобы вы понимали, у меня сейчас на аккаунте лежит больше 300 долларов, плюс у меня еще несколько сотен долларов в течение нескольких дней зайдет, потому что сегодня 5 аукционов, то есть тоже деньги зайдут, это все мне нужно отправить. Плюс я там eBay комиссии налогов вешу порядка 350 долларов, то есть я просто просыпаюсь, а они говорят, привет, сегодня мы забираем у тебя примерно штуку, вы не представляете, как меня бомбит, особенно второй раз. Вы им звоните, они говорят, мы ничего не знаем, это наше приватное бизнес решение. Я не знаю, в интернете, на форумах, я не знаю, сообщений тысячи, где людей вот так вот случайно блокировали и вас никогда не разблокируют. Все, если они один раз сказали, то это все. Как мне сейчас вещи с контейнеров продавать, это вообще непонятно. Думал, короче, записать вам разговор с ними. Прикиньте, какой прикол, сегодня же день благодарения, они не работают следующие 3 дня. А в чем прикол, то есть заблокировать аккаунт мне в день благодарения можно, а ответить на телефон нельзя. Я такой просто злой сейчас. С другой стороны, может все, что не делается, делается к лучшему, новый бизнес будем открывать, шо мне. Я свой миллион заработаю любыми путями. Чтобы вы понимали, с этого аккаунта у меня еще зарплата с ютуба идет. А у меня там, короче, была заминка с медиа сетью, благодаря которой мы там ее решали 3 дня. Это как бы отложило перевод средств. И вчера мы все уже порешали. И я вчера думал, когда мне перекинуть на пейпал, с пейпала на карту уже деньги типа ютубовские. Вы прикиньте, один день спас меня от того, чтобы еще больше денег не потерять. Потери не такие большие, как казалось бы. Прям сильно страдать не буду. Я, товарищи, как вы можете наблюдать, немного сейчас еду на празднование Дня Благодарения. А до этого целый день монтировал влог туда-сюда, плюс узнавал за всякие лайсенсы. Если уже пейпал нам дал такой знак, говоря, мы не хотим тебя видеть на ebay второй раз за 2 года, при том, что у меня все было отлично. Я смотрел сегодня видео людей, которые делают сотни тысяч долларов в год на ebay, и их все равно заблокировали без причины. Я полностью, насколько понял, у них это делают роботы. И если какой-то плюс-минус есть похожий паттерн, они сразу без вопросов блокируют. Вместо того, чтобы нанять людей в поддержку, которые это будут рассматривать, у них порой происходят вот такие вот ошибки. Все вообще без проблем продавалось. Позитивные отзывы я в них купался. Потому что, прикиньте, человек видит везде цену, а я ему предлагаю на 20% дешевле. Он покупает и пишет мне позитивные отзывы, потому что нигде он такую цену не видел. Только у меня. Поехал мой историк с моей первой школы в Америке. Я поздоровался, я не помню его фамилию, будет не очень уважительно, я бы сказал. Учитель, по-моему, сказал, что его мечта, когда он выйдет на пенсию, чтобы кто-то среди его бывших учеников, вот, ему на какой-то праздник, там, на днюху, подарил танк. И вот тут эта нитка про его желание, чтобы кто-то из учеников подарил ему танк, ни деньги, ничего ему не нужны, танк. Шла полностью через весь учебный год. Сейчас едем, один из вообще единственных, там чуть ли всего два магазина работают, даже, прикиньте, продуктовые сегодня не работают. Люди покушать хотят, практически все закрыто, прикиньте. Но открыт GameStop, это, в общем-то, игровой магазин, там чисто все игровое. И завтра, непонятно, он открыт, нет, но, в общем-то, сегодня он работает в стандартном режиме. Поэтому, собственно говоря, мы сейчас сюда заскочим. Марк, Даник, Оля, все, в общем-то, вся вчерашняя бригада. Вот, посмотрим, какие скидки, они там чуть ли не на 70% все делают. Я как человек, который видел, как моих друзей, знакомых сокращали, переводили со стационарного рабочего места на онлайн, мог вживую убедиться, насколько стабильнее является онлайн-работа. Будь ты онлайн-дизайнером или СММщиком. Именно онлайн-сфера, по сравнению со всеми другими, показала рост и показала, что она может приносить прибыль. И вот сейчас, я считаю, самое время кинуть нелюбимую работу и попробовать себя в сфере онлайн. И в этом тебе с радостью поможет номер один в России онлайн-университет Skillbox. Сейчас, я считаю, самое время овладеть профессией СММщика или онлайн-дизайнера. А самое классное, что весь декабрь онлайн-университет Skillbox проводит бесплатный марафон по профессиям будущего. Таким как дизайн, программирование, разработка игр, маркетинг, кинобизнес, дизайн среды и личная эффективность. На марафоне вы узнаете, как стать Java или Python разработчиком. Все о профессии копирайтера или 2D художника. И, кстати, всех участников ждут подарки от партнеров и розыгрыш полезных гаджетов. Чтобы получить доступ к занятиям, достаточно перейти по ссылке в описании и зарегистрироваться. Это абсолютно бесплатно для вас. И самое главное, меняйте свою жизнь. Аномалии. Смотрите, Винка закрыт, магазин, все закрыто, абсолютно все. Бум, люди только здесь. И вон Марк в линии стоит. Точно опоздал на 20 минут. Кто опаздывает на 20 минут? Мне сегодня разносить будет. Кого? Они открываются завтра в 7 утра. Приехали. Ты прикинь, вот это 3 человека, они ночуют сегодня здесь, чтобы... А, чтобы PS5 купить новую, понял? Там будет всего штук 5, вот. Их онлайн сейчас нереально добыть. Или там у перекупщиков в 2 раза больше. И вот это они вот с палаткой пришли. Ну что, мы тогда в мол, который тоже закрыт. Так как они едут в мол, который закрыт. Сейчас приедем, прям на сайте у них написано. Даже в Apple картах, Apple карты никогда не обновляют, ну как бы, свои сведения. Я всегда сверяю в Google картах, потому что Apple вообще, типа, лево работают. О них забыли когда-то. Вот. И даже сегодня в Google написано, что мол, не работает. Марк, 100 пудов, открыто, отвечаю. Ну смотрите, какие-то машины есть. Погнали на второй. На втором выход сразу. Смотрите, ну я как бы 100 пудов сомневаюсь, что здесь какая-то черная пятница. Ни одного парковочного. А, они еще и загородили, то есть вы парковаться здесь не можете. Короче, Best Buy завтра открывается в 5, самый ранний. И если в GameStop уже стоит там, не знаю, 5-4 человек с вечера, вы представляете. А GameStop, по-моему, всем открывается. То получается в Best Buy должно уже быть определенное количество людей. Потому что там, например, будет PlayStation 5, который вы сейчас нигде не добудете. Вот. И мы едем посмотреть, что у них там. Прям-прям вот. Оооо, глядите-ка. Уже сколько. Уже сколько людей. Они там что-то говорят. Это работники, это не люди. А, работники? Да. Они тоже ждут в очереди зайти. Ты не видел? Что? Даник такой стоит с ними, говорит, я подъезжаю следующий. И такой, hey, guys. Они такие все начинают ссыкаться. Я такой, thank you for your help. И просто отъезжаю. В общем-то, закрыто сегодня все. Кроме катка, который открылся сегодня. Поэтому, в целом, я жду до 4 утра. Это то место, которое, ага, красиво наряжено. Но тут никак не пройдешь, потому что туристическая зона. Нам сейчас надо объездом и выйти к катку. Она побежала. Потому что мы здесь познакомились. Точнее, Марк нас познакомил. Вспомнила и убежала. Нового, видимо, искать. Для первого дня вообще нету. Но я уверен, завтра будут сегодня все дома сидят. Ну да, как раз 40 минут. Оно, конечно, не так впечатляюще, как в детстве, я вам скажу. В детстве гасали, я помню, по 2 часа. Но в целом вспомнить покататься прикольно. В принципе, понятна логика, почему нельзя там камеры, вот это вот все, телефоны доставать вообще ни на секунду. Но с другой стороны, всем же хочется сделать фотку, видео, все дела. Так что такая двуякая ситуация. И плюс у вас на браслетике написано, что все риски, короче, вы берете на себя. Поэтому почему бы не разрешить телефоны, если и так написано, что я осведомлен, что типа разобью лицо, моя вина. Ну что, товарищи, на катке везде были. На часах 11.05 завез Алину, ей завтра на работу. При том, что работать в ту же Черную Пятницу. Она говорит, на работе должен быть разрыв, потому что она тоже в этой сфере продавцом работает. Еду домой, сплю всего 3 часа и выезжаю вам показывать Черную Пятницу. Я вам говорю, начинается декабрь, и я как блогер начинаю жестко потрачить. Мне нужно довыложить видео, загрузить его на загрузку, чтобы пока я ходил на Черной Пятнице, оно выгрузилось к вам, туда-сюда успеть на Черную Пятницу поспать 3 часа. И это мне нужно сделать сейчас и успеть за эти 3 часа выспаться. Короче, а потом после Черной Пятницы нужно быстро приехать, смонтировать видео, лечь хоть пару часов поспать, доделать его и выгрузить снова вам, чтобы вы увидели в следующий день, что было на Черной Пятнице, чтобы не терять актуальность. Поэтому бегу, бегу с нами. Доброе утро, дорогие друзья. В общем-то, сегодня у нас, получается, суббота. Завтра мы в 5 утра уже выезжаем в Лос-Анджелес с нашей большой бандой. Ну, как большой? 7 человек, по-моему. У нас там столько всяких встреч, столько всего. А у меня еще миллион разных задач сделать. Во-первых, я уже потихоньку напрягаюсь. У меня осталось 3 дня, чтобы подать заявку в колледж, а учитель истории рекомендационное письмо так и не прислал. Вот. Помимо этого, я так и не смог ничего нарешать с PayPal. То есть бизнес с контейнерами. У меня 7 товаров, которые люди выиграли на аукционах и не могут оплатить. Надо позвонить в поддержку. Помимо этого, все мое нужно сейчас собрать в путешествие, в дорогу. Я вообще забыл, что нужно складывать чемодан, по сути. Плюс из старых заказов нужно отправить электропилу и куча всяких маленьких задач в течение дня. Например, как продать на местной площадке продаж надувного Дарт Вейдера. Вот так вот выглядит мой день, так что погнали. У меня там еще проблемка нарисовывается. Я деньги с YouTube выводил через PayPal. Так было вообще удобно. И потом на карточку. Практически без комиссии, без всего. А тут у меня конкретно деньги зависли. Я вот сейчас немного думаю, как бы его все сделать. Но, к счастью, у меня есть ресурс на пару месяцев в жизни. Поэтому в любом случае выживать в Лос-Анджелесе не придется. Операция Бомбалелла. Ко мне приедет женщина. Вот такой вот, или даже вот такой вот надувной Дарт Вейдер у меня есть. Мы его нашли в контейнере. За двадцатку улетит просто вход. Сейчас на чердаке. Мне нужно найти что-то достаточно высокое, чтобы туда забраться. Там у меня новогодние украшения. Заодно ее также интересуют елки. Елки у меня три маленьких декоративных с контейнера. Я их там, я не знаю, по пятнадцать, по двадцать баксов уйдут. Просто если она уже приезжает, почему бы не продать ей гирлянды, которые когда-то давно мы намутили. Елки и вот это вот все, чтобы ее средний чек приезд сюда был не двадцать долларов, а сотка, например. Поэтому попробую ей все продать. Че, вы думали я способ не придумаю? О, и буду снимать, как я падаю отсюда. Какие-то запчасти от форда, от чего-то еще. Наша елка. Вот, по-моему, гирлянда, если я не ошибаюсь. Это откровенная подстава с Сережной стороны. Гирлянд здесь нет. Ладно, приношу свои извинения. Есть. Вон, когда-то они стоили по доллару сорок девять. За десятку, я думаю, весь бокс отдам. Я даже слез. Гирлянды. Ну и покатились. Райоби это одна из самых дешевых компаний. Вот такие, я вам говорю, без батареи просто. За десятик разлетелись в лед. Мне даже парень, который одну купил, написал супер положительный отзыв. Ну, собственно говоря, пока меня не накрыли. Он в отзывы так и написал. Стоит десять долларов, работает. Это все, о чем я мог мечтать. И надувной метровый, и Дарт Вейдер Санта Клаус. Офигенная вещь. Я уже думал, если не продаться, оставить. Но если продается, что нет. Чемодан на завтра я уже сложил. Стильно, модно, молодежно, с розовым ремешком. Единственный, который был. В общем-то, джинсельменский набор трусы-носки есть. Если вам интересно, самое геморрой у меня обычное, это то, что не забыть чехольчики для линз, не забыть раствор для линз. Помимо этого, нужно взять очки, потому что вечером ты снимаешь, и ты хочешь хоть немного видеть людей. У меня сегодня важная миссия, нужно продать GMC. Представьте, насколько ходовая тачка, внедорожник в Америке, еще и в бюджетном ценовом сегменте. А продавался целый месяц. И то сегодня приедут смотреть, еще не факт. GMC просто перестал быть какой-то необходимости. У Сережи же трак появился. И трак вмещает, по сути, больше всего. И материалов, открытый кузов, удобно все, что загрузил. И по сути, на GMC только я контейнеры вывозил иногда. И в кемп мы один раз съездили. То есть он как машина уже просто стоит. А смысл машины, которая просто простаивает. Поэтому разместили, продаем. В основном такие тачки покупают либо мексиканцы, они прям прутся от таких. Подъехать на какую-то мексиканскую сходку. Тут премиум система Bose. И они чисто на таких тусуются, куда-то едут. Либо черные на гигантские просто диски их ставят и ходят тоже головой качают. Чисто такая понтовозка. Раньше на таких президенты ездили. Конечно же мойка в первую очередь. Мне главное здесь сейчас диски не поцарапать. Тут бордюры жесть какие узкие, а он длиннющий. Все, ну мойка как мойка, колеса начернили. Ничего сказать не могу. Сейчас попылесошу и будем ехать к покупателю. Ну точнее покупатель к нам. Ну да, конечно, новую машину из нее сделать будет трудно. Помыли, выглядит красиво. Учитывая столько, сколько она прошла, сколько контейнеров она только при мне вывезла. А это у нее уже был пробег ОГОГО. Это у нас герой-ветеран. Да, она там помелочила малость, но ничего конкретного. Там двигатель не лег. Вот это вот все. То есть в Калифорнии проблема в том, что когда летом 45 градусов жары греет вам крышу, может начать трескаться лак, краска облазит. Она настолько высокая, что крышу вы не видите. Но он как-то, видимо, заметил, он на ней крышу покрасил. И вот это вот все. То есть как минимум предыдущий владелец у нее был неплохой. Как символично скидываем последнюю посылку. Меня же уже заблокировали, отправлять больше нечего. Если так посмотреть, симпатичная ж машина. Надо будет думать, как сейчас от всего остального избавиться. Я имею в виду товара. Для начала, короче, у нас есть посылка. Что-то по коробке по всему откровенно похоже на телефон. Но это не наша посылка. Прикиньте, почтальон перепутал. Это на другой стороне улицы перепутал номера. Поэтому мы с вами едем и попытаемся вручить соседям лично. Потому что мы что, не люди, чтобы забирать чужие посылки? Хотя такое есть, когда доставляют, оставляют. Со мной случалось раз или два. И мне, например, как ebay продавцу, ebay непонятно. Он может быть стороне покупателя, может быть на вашей. Помнил, по-моему, нашу посылку в прошлом году, почти под Новый год, кстати. Отправили им, он подвез, отдал. Спасибо ему, это было что-то важное. Вот. И то же самое делал я, по-моему, месяца 4 назад тоже ему подвозил. Он говорит, опять я говорю, ну, походу, да. Вот так почтальоны ошибаются, а потом на ebay мне пишут. Алло, здрасте, я посылку не получил. Ваша вина, отправляй деньги обратно. Я вам говорю, эта страна держится только на моей доброте. В эфире непредвиденные обстоятельства. Короче, написали мне одноклассники. Классно монтируешь? Помнишь, что ты у нас в группе, и ты практически ничего не делал? Я говорю, помню. Помнишь, мы договаривались, что ты видос нам, типа, мы создаем, типа, свою политическую партию, и нужно полностью все подготовить. Она говорит, так вот, оказывается, его нужно сдать завтра. Всю информацию я тебе скинул. Смонтируй какой-то патриотичный видосик. Помимо того, что мы завтра выезжаем в 5 утра, мне нужно один влог смонтировать, загрузить, чтобы пока мы ехали в Лос-Анджелес, он сам выгрузился, чтобы не было никаких проблем. Так мне сейчас еще нужно сделать школьный влог, машину продать, Дарт Вейдера, еще и поесть. Я вообще вот этот видос, думаю, может как-то обыграть, но просто понимаю, что у меня, во-первых, времени нет что-то снимать. Я хотел как-то смешно это все простебать с моим акцентом и совместить это с традиционными американскими ценностями. Но я как бы понимаю, что не успею что-то придумать, поэтому у нас будет, как у всех, традиционное видео, за которое мы получим, ну, просто стандартную хорошую оценку. Короче, я вам говорю, порву я одноклассников тупо. Во-первых, все у меня начинается со звездных войн титров. Дальше, короче, мы, типа, наша партия призвана их победить. Просто смотрите. Вот это, типа, кандидат от нашей группы. Я не знаю, можно ли. Республиканцы, демократы. А мы, типа, на них сверху. Сильные, мощные. Ну, кто бы Ван Дамма еще использовал. Ну, короче, тут вот, видите, я скачиваю, тут много всякого, много интересного текста. Дальше тут борьба Джеки Чана с коровой. Вот это, типа, где-то там демократы, республиканцы, а вот это вот мы. Потом, типа, мы говорим, что это они довели народ до бедности и вот это вот всего. Но это, как бы, типа, постановочное все. Ну, вы поняли? То есть, типа, мы создаем фейковую группу и как бы мы боролись с проблемами. Вот. Тут дальше написано, это не должно больше происходить. Нам нужна ваша помощь. И, короче, где-то вот здесь вот сцена из фильма. Ты спас мою жизнь. Я ее где-то сюда вставлю. Я вам говорю, со смеха все плакать будут. Это сто пудов. При том, что это займет у меня, ну, минут сорок. Получается лучше, чем я ожидал. Все, хлопцы, берем тайтл на машину и продается. Дела обстоят как. Я продаю коробку вот этих вот фонариков. Они старые, они не эргономкие. То есть, это не LED, они недорогие. Поэтому товар довольно-таки дешевый. Плюс манюсенькая белая елка, плюс Дарт Вейдер. Все за 40 долларов. Вообще классно. Мы с ней сначала стартовались 20 за Дарт Вейдера. За елку я 15 хотел. Ну, и считайте, типа, 5 за фонарик. Вот, договорились с ней встретиться уже у Илюхи. Потому что я в любом случае с ребятами сегодня там встречался. Просто и выгружу с машины, с машины. И обналичимся, так сказать. GMC продали. Я вам говорю, просто читал мысли. Приехали два мексиканца. Я, насколько понимаю, отец и сын. Потому что одному было, ну, лет 50. Сыну лет, ну, может, под 20. Я вам говорю, мне кажется, он на 4-5 тысячах оборотов в магазин едет. Я не знаю, зачем так в тапку давить просто по городу. При том, что это как-то странно. Он, типа, пытается держать одну скорость. Но у него это получается как? Ты давишь в пол до 4-5 тысяч оборотов. На пару секунд отпускаешь педаль. Она чуть-чуть снижается, катится накатиком. Снова 4 тысячи, 5 тысяч оборотов. Валишь, отпускаешь педаль. Вместо того, чтобы спокойно 2-3 тысячи держать. И ехать, по сути, такой же скоростью. Я вообще этого не понял. Но они любят такое. Ра-та-та-та-та. Несмотря на то, что машина и не валит. Тоже, вот, например, до коронавируса. Его бы забрали за 3-4 дня. Потому что машины в таком ценовом сегменте, особенно внедорожники, уходят просто в лед. Сейчас мы его продавали чуть больше месяца. Но, видите, результат есть. Только что елку, вон, девушка на Кэмри уехала. Какая вообще веселая. Я ей скинул Илюхе на адрес. Смотрю, она там стоит, там, где люди поворачивают. На светофоре. Я говорю, ты куда? Заедь хотя бы. Короче, я забыл вам даже снять. Ребята, они опоздали на почти 40 минут. Мы там с Рувимом посидели, подождали. Обсудили, в каких командах, во сколько завтра выезжаем. Короче, в 5 едем в ЛА. Парень на Бэхе, респект. Вообще, заплатил за меня вы на науте. Красава. Просто она говорит, парень спереди заплатил за вас. Я такой, прикол. А я еще еду, снимаю. Думаю, прикольная Бэха, значок шеврон вместо Бэхи. А на данном моменте, я думаю, мы закончим этот влог. Потому что я поеду отсыпаться. Завтра нас ждет долгий путь в 6, а то и больше часов. Не забывайте подписываться на инстаграм. Там все выйдет гораздо раньше. С вами был Данил Пай. Всем пока-пока.